Добрый вечер! С Великим Бостом, на счетку с мультивидения, диалог о православии мы работаем в прямом эфире. Вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятельу Леониду Берликовскому монастыря, игумену Ютмению. Отец Емений, добрый вечер! Добрый вечер! С постом всех! Да, с постом. По доброй традиции предлагаю начать со слов Спасителя, с отрывка евангельского, который будет читаться в воскресенье на Божественной Литургии. Мы с вами по традиции читаем на русском языке, ну а в храме, конечно, церковнославянском, людям будет уже понятно, пожалуйста. Итак, это Евангелие от Марка, глава 9, стихи с 17 по 31. Послушаем Евангелие. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрижещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус Отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тот час отец отрока воскликнул со слезами. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Да, вот такой насыщенный отрывок, да? Коротко, если сформулировать, о чем? Ну, если кратко, то здесь мы видим несколько сюжетов, да? Ну, во-первых, это поселение, табор, оно и сейчас существует на Святой Земле в Израиле, около подножия горы, на которую Господь поднимался, преображение, где было его. И в этом селении, мы видим, жил отец с сыном, сын с детства страдал беснованием, и, собственно, пока Господь отлучился от своих учеников, этот бедный отец привел сына к ученикам с таким желанием, чтобы они его исцелили. Но этого не получилось, и их окружили там и другие, и какие-то законоучители, фарисеи, и прочие люди. И все это такое вот приняло обсуждение, да, почему же ничего не происходит, и как можно верить, и как не верить. То есть, ну, в общем, такой базар, я бы так сказать, начался вокруг этого семейства, отца с сыном. И вот именно в этом состоянии Господь застал всю эту ситуацию. Здесь, конечно же, мы видим, что как только Господь отлучается от своих учеников, они сразу впадают в какие-то обстоятельства, которые, как сейчас говорят, дестабилизируют ситуацию, да. То есть, они начинают теряться. Они даже вот в данной ситуации не могли изгнать беса из этого отрока, хотя Господь их в другом месте Евангелия читаем, прям впрямую посылает. Идите, бесы изгоняйте, там, больных исцеляйте, крестите, ну, и так далее. И они, да, тоже говорят, ой, нас радостью надо же нам бесы подчиняются, да? Да, и мы читаем, да, дальше дальнейшие моменты, что, да, и бесы нам повинуются, и уходят, когда им повелеваем мы. То есть, они радостно об этом доложили Господу. Но вот в данной ситуации что-то пошло не так. Не произошло этого, да. Вот, если кратко, то такая ситуация. Ну, давайте детально прям с вами будем разбирать, что происходит. То есть, получается, что один из народа сказал в ответ. В ответ. Значит, что-то было до этого, подразумевается. Что было вот до этого события? Ну, собственно, почему не было Господа с апостолами? Потому что он с избранными учениками, Петром и Анном и Яковом, поднялся на гору Фавор, или Табор, как по-еврейски, да, называется по... Она так называется по тому поселку, который у ее подножия лежит, Табор. И, повторюсь, и сейчас можно туда приехать, и все это увидеть, и на гору Фавор подняться. И преобразился пред своими учениками, показал им, как он перед этим обещал, Царство Небесное еще здесь, при жизни своей, в силе увидите. Действительно, эти три избранных ученика увидели и Господа преобразившимся во славе божественной, так что смотреть не могли на него, и даже попадали в ужасе. Они увидели и Моисея, и Илью, беседующих с ним. И именно там Петр воскликнул на маковке этой горы, «Господи, давай сотворим здесь три кущи, нам здесь очень хорошо, и никуда не пойдем больше». Настолько вот они были пронизаны благодатью, исходящей от Господа, настолько им было хорошо, что они даже потерялись, как бы опьянели от этого. И Петр говорил, ну, вот такую, можно сказать, несуразицу. Хотя в дальнейшем там вот святая царица Елена построила действительно три кущи, три храма, которые и сейчас существуют также на горе Фавора, их там греческий и католический храм, и остатки древнего храма, которые построены были царицей Еленой. То есть это все можно увидеть и сейчас. И вот, собственно, спускаясь с горы Фавор, Господь, правда, сказал, пока я с вами, не говорите никому о том, что сейчас здесь происходило. Когда они сошли с горы, вот они увидели вот эту как раз ситуацию с остальными апостолами, оставшимися при подножии горы Фавор, которых Господь не взял с собой. Их окружили жители поселения, законоучители. И, собственно, вот как раз эта ситуация и стала развиваться с приходом Господа в эту толпу людей. Да, эта ситуация, наверное, немного напоминает ситуацию с Моисеем на горе Синай, когда Моисей тоже уходил и потом взродился, там уже глубоклонство началось. Здесь, может быть, тоже пытались обратить учеников оставшихся? Ну, согласен. Очень, как сказать, такая вот близкая ситуация. Действительно, и там народ израильский, как только был оставлен законоучителем, тогда это был пророк Моисей, он на 40 дней ушел от них на гору Святой Екатерины, гора Хариф. Те, кто были в Египте, в Шарм-Аль-Шейхе, часа три ездили на автобусе, и вы могли посетить эту гору у подножия, который располагался табором народ израильский, вышедший из Египта. И сейчас там с IV века стоит монастырь Святой Великомученицы Екатерины, построенный, причем, в IV веке римским императором Иустиньяном. Вот, представляете, двери, которые сам Иустинян открывал, они до сих пор там есть. То есть, настолько хорошо сохранилось все это. Служба идет, и вот на этом месте, где сейчас находится монастырь Святой Великомученицы Екатерины, стоял народ израильский, а Моисей, оставив народ, сказал, ждите меня здесь, поднялся на гору за теми десятью заповедями, которые потом он спустил на каменных скрижалях, которые мы сами знаем. Не убей, не укради, не прелюбствори и прочее. Десять заповедей, которые все должны, по крайней мере, знать и соблюдать. Вот именно там они были получены, на маковке горы Хариф. И, собственно, когда Моисей спустился через 40 дней, он увидел поразительное зрелище. Народ танцует вокруг золотого тельца. То есть, за эти 40 дней они собрали золото со всего народа израильского, а там мужчин только 600 тысяч было, а еще и женщины, дети. Из этого золота отлили себе тельца, потому что сказали, ну, Моисей погиб, 40 дней его уже нету, надо кому-то поклоняться, давайте отольем себе золотого тельца. Отлили тельца и начали ему там приносить жертву и танцевать, и радоваться, так сказать, в общем, идолопоклонцам зданились, и вот в этом их застал Моисей. Вот действительно ситуация повторяется, да, как только законоучитель, там был Моисей, а здесь сам Господь Иисус Христос, отошел от своих учеников на краткое время, они сразу потерялись и сразу не могли в данной ситуации даже ответить, они не могли, почему же они, это уже про гору Фавор речь идет, почему они не могут изгнать беса, почему они не могут помочь бедному отроку и отцу, то есть их начали уже обвинять, что они фактически, ну так, клеветав, их клеветав, что ну они просто бездельники и выдумщики, да, фактически выдают себя за каких-то там особенных людей, апостолов, да, а на самом деле даже вот элементарно как бы не могут помочь бесноватому юноши. Вот здесь Господь, конечно же, все придя, все восстановил, все поставил на свои места и таким образом своим присутствием и чудесами закрыл рты клеветников. Ну и как мы читаем, да, немножко раньше, чем этот отрывок, что люди изумлялись, да, когда увидели Господа, наверное, какое-то отражение было на его лике, да, что вот все-таки после преображения оставалось. В Евангелии об этом ничего не сказано, но всегда образ у Господа был особенный, то есть мы об этом читаем во многих местах и даже в Назарете, когда его хотели убить, когда он прочитав там определенное место из Священного Писания сказал, что эти времена сбылись и собственно вот надо воспринимать его как мессии, его хотели сбросить с горы, но он, как написано в Евангелии, прошел среди них и никто ему даже и возродить ничего не смог. Это говорит о чем? Только о том, что Господь, Бог над людьми и всегда повелевает своими творениями и там, где он хочет, все люди его воспринимают как его божественное начало и со страхом и с каким-то уважением, а там, где он хочет предать себя по смирению за грехи рода человеческого, там его распинают. Вот это удивительно, вот в нем это все есть и смирение божественное и божественная сила и божественная красота, которую на фаворе увидели три избранных ученика. В этом отрывке мы четко видим влияние демонов на человека, то есть верят, не верят люди, но они есть. Здесь конкретно указывается дух немой. Какие вообще бывают бесы и почему-то дух немой такой сильный, что его не могли изгнать апостолы? Ну, действительно, в данном случае это был дух немоты, но в 90-м псалме мы читаем беса полуденного, есть полуденный бес уныния, и прочие всякие нечисти перечисляются в 90-м псалме. А в Священном Писании во многих местах мы читаем других бесов, которые дух лукавый, дух прелюбодейный или там блуда, и другие прочие духи, которые, ну, их, если вспомнить еще одно исцеление, еще одного бесноватого, легион, да, имя, ему, как один из бесов ответил на вопрос, как тебе имя, Господь спросил его. Он сказал, легион мне имя, потому что нас много. Их всех и не перечислить даже, каких только их не бывает. но если мы знаем человеческие страсти, гневливости, обман, там, воровства или чревоугодия или винопития, то за каждой страстью, за каждым грехом стоит определенный бес, который за это отвечает. И вот он, так сказать, ответственный, скажем так, за именно вот это воздействие на душу человека, за там, прелюбодеяние, или за блуд, или за обман, или за воровство, или за чревоугодие, за винопитие. Тысячи этих духов, и каждый в чем-то особенном, так сказать, преуспел, скажем так, если можно это слово сюда привнести, в искушениях над человеком. Тем более, что они существуют семь с половиной тысяч лет, и за эти, ну, то есть, это время сотворения мира, от сотворения мира. И, ну, представляете, что может за семь с половиной тысяч лет изучить разумный дух. Ну, вот мы, люди, тоже разумные существа, и живем, ну, там, 80, как царь Давид сказал, силы, 80, ну, кто-то там побольше, сто лет проживет. И то мы, каких достигаем возможностей разумного изучения этого мира, этой природы, этих законов бытия. А за семь с половиной тысяч лет чего они изучили. Причем, они видели, как Господь сотворяет Вселенную, они знают все тонкости устроения Вселенной и творений Божиих. Они все это видели, как Господь сотворил. И, конечно же, у них есть масса возможностей, чтобы нас искушать и обманывать, и всячески над нами изгаляться, издеваться. Если бы не Божия благодать, которая их усмиряет, отгоняет от человека, если бы не сам Господь не хотел сохранить род человеческий, как Серафим Саровский сказал, малейший из бесов мизинцем может в краткое время перевернуть весь мир, всю планету Земля, уничтожив ее. Малейший из бесов настолько у них велика сила. Но эта сила предбожественной силой ничто. И Господь их сдерживает и попускает только тому, что нужно по его промыслу производиться. Но в случае с бесноватым Гадаринским мы помним, что бесы даже в свиней не могли войти и просили об этом Господа. Дай нам войти в свиней, не прогоняй нас в ад, в тартар, а вот чтобы мы здесь были все-таки в свиньях. И только после того, как Господь им разрешает, они могут войти в свиней, даже не могут войти без разрешения Божьего, а уж тем более человек. И в данной ситуации с этим отроком тоже не просто так бес вошел в него, а за какие-то прегрешения. Ну, это же, наверное, самый крайний случай, когда полностью человек подвластен бесам. А как вообще различать человеку влияние бесов на него? Как различает человек... Ну, как человеку определить, что бес... воздействует на него лукавый. Ну, прежде всего, мы должны, чтобы это определить, мы должны следить за своим внутренним миром, за своим внутренним мысленным ходом мыслей, потоком мыслей, за своими чувствами, желаниями, волеизъявлениями, ну и, конечно же, за внешними действиями, но это уже во вторую степень, потому что первое воздействие бесовское идёт внутри человека, то есть бес начинает искушать через помыслы. И если эти помыслы... Которые человек воспринимает как свои мысли, Которые, да, человек просто слышит мысли, а вот не пойти ли мне отпраздновать и выпить, например. Казалось бы, что тут такого, да? А потом, после того, как он отпразднуется, у него семья распадается, у него там здоровье портится, у него там работу теряет. Мне казалось бы, из такого простейшего случая простая мысль отпраздновать и выпить. Бес может разрушить большую часть жизни человека, которую он созидал в течение предыдущих лет. Вот так за одну мысль раз и сломал. То есть мы должны следить за этим мыслям. Если эти мысли в чём-либо отходят от тех слов, которые говорит Господь, от заповедей Божьих, от его поучений евангельских, от учения церкви, эти мысли, если нас уводят плавно, незаметно, но всё-таки идут наперекор тому, что говорит церковь, Господь, Евангелие, апостолы, святые, то это мысли от беса. Это явно не от ангела, не от Бога. Наверное, такой для нас самый такой пример, помысл осуждения, например, когда человек в разговор с кем-то, он начинает подозревать, что-то он от меня скрывает, или как-то на меня не так посмотрел, и что-то со мной не поздоровался, например. Это, наверное, каждому из нас знакомо, что мы понимаем, что думает человек, что мы знаем его мысли. замыслил что-то против меня. Или что-то он там, да, почему он со мной не поздоровался, как косо на меня посмотрел. Ну да, это очень женскому коллективу присуще, особенно мужчины-то особо не смотрят, кто там посмотрел, кто не посмотрел, но если не поздоровался, значит, а что это он, обиделся, что ли? Ну-ка, пойдем разберемся, так сказать, по-мужски. Но на самом деле, действительно, эти мысли от лукавого, потому что, ну, почему человек не посмотрел и не поздоровался с тобой? Ну, может быть, он заболел, может, у него температура, может, у него давление скакнуло, или, может, у него там родственники заболели, где-то в больнице лежит там с коронавирусом или там еще с какими-то там проблемами, и у него сейчас мысли только о нем, и он уже, он не здесь присутствует, а весь в мыслях там и даже не заметил. Бывают такие, что, ну, обстоятельства, ну, непредсказуемые совершенно, человек выбивается из колеи, совершенно вот какими-то, ну, грубо говоря, там, аварии случилось, и все, человек, он просто в состоянии, есть такое понятие, аффекта, да, в стрессовом состоянии, тоже не поздоровался, поэтому масса возможностей, которые можно объяснить эту ситуацию, а у нас сразу без ее объяснять чем? Тем, что нет, он на тебя затаил что-то зло какое-то, какую-то пакость тебе задумал, или он тебе завидует, или он тебе хочет, там, так сказать, ревнует, или он что-то хочет тебе навредить, или обиду затаил, когда что-то его как-то там обидел, ну, то есть, во зло направляет всю эту ситуацию, а можно ее в добро обратить, ну, не поздоровался человек, ну, подойди ты, спроси, что-то приболел, там, ну, хоть как-то по-человечески, спроси, что-то плохо себя чувствуешь, там, да, ну, может быть, действительно, человек плохо чувствует себя, поэтому ему трудно даже поздороваться было, то есть, можно в добро эту ситуацию обратить, а можно во зло, и там, где во зло обращается ситуация, там явно присутствует бес. Почему бесы стремятся в тела? Ну, они сами бестелесны, и не могут так воздействовать на природу человеческую, и на какие-то обстоятельства жизни человека, хотя у них есть такая возможность, то есть, они могут и даже избить, но если мы читаем «Житие святых, угодних Божьих, Господь попускал им, и бесы приходили, их избивали физически, то есть, до синяков, да, и разрушали кельи им, разносили просто по бревнышкам, а правда, потом святые молились, и они же эти бревнышки обратно скатывали, то есть, вот такие были моменты, то есть, бесы могут проявить себя в физическом мире, хотя и бестелесны, но все-таки через тела человеческие они могут сделать это незаметно, непредсказуемо, как бы, ну, как будто это сам человек делает, и таким образом и человека сделать соучастником своего зла, погубив его, первое, второе, они скрывают свое присутствие, то есть, а нас нету, ведь один из верующих людей сказал такую фразу, что основное достижение бесов в 20 веке это то, что они внушили всему миру, что их нет, это их самое важное достижение 20 века, бесов нету, значит, все это выдумки, значит, не надо ни с кем бороться, очень просто, как только бесы есть, значит, надо с ними бороться, потому что, ну, все понимают, что если есть враг рода человеческого, но он явно добро не будет делать, и, значит, явно надо ему противостоять. Бес это личность? Бес это падший ангел со всеми вытекающими последствиями, то есть, ангел это имеет он личность, он имеет свою волю, он имеет свои желания, он имеет знания, он имеет определенные силы, он даже иерархических ступеньках занимает определенное место, то есть, есть бесы более сильные, есть бесы менее сильные в подчинении находящиеся, как и ангелы, там тоже иерархические такая ступенька, то есть, архангел Михаил, он как бы предводитель всех ангельских сил, да, и есть ангел-хранитель, который человек каждого крещеного, он менее силен, нежели архангел Михаил, который управляет всем родом человеческим, да, покрывает его, так же и у бесов, такая же... А вот у ангелов, у хороших, у наших, у них там есть, да, там разные именования, у Ириили, да, там у Ирииля, нам более известно, а у бесов какие-то названия тоже есть? Ну, самое известное, это Деница, да, Сатана. То есть, он самый главный у них производитель? Это тот, кто был самым главным из ангелов, созданных Господом, то есть, он был выше архангела Михаила, сильнее и умнее, то есть, он был верхней ступенькой вот этой вот иерархической лесенки ангельских чинов, но возгордился и был незринут в ад и превратился в сатану. Но он сейчас не сильнее архангела Михаила? Нет, конечно, он не может быть сильнее, потому что сильнее тот, с кем Бог, а с архангелом Михаилом, конечно же, Господь. Естественно, сатана не может ему противостоять, с ним сам Господь. Поэтому это имя всем известно, да, падшего ангела. Остальные имена, я думаю, не имеет смысла называть, хотя они тоже где-то, может быть, и прописаны, но я не вижу смысла их запоминать, потому что их легион. То есть они просто бесами? Да, их вот такая серая масса бесы. И к ним отношение, вот как к ангелам, на мой взгляд, не имеет смысла иметь места, чтобы не выделять их как-то из среды. Ну да, есть такие, есть такие, зачем? Но некоторые говорят, что вот тот матерный язык, который многие из людей разговаривают на нем, применяют в своих беседах, а иногда полностью заменяют им русский язык, да, вот с понятного только предлоги, да? Э, а, у, да, какие-то вставочки, а остальное вот просто мат, перемат. Вот этот матерный язык, это имена бесов, которые отвечают за блуд, за чревоугодие, еще за какие-то там грехи, и не зря говорят, что в аду именно вот этими, так сказать, словами и разговаривают. Вот можно так. Да, то есть у нас, как говорят, мы не ругаемся, да, мы разговариваем. Мы разговариваем, да. А когда просишь, а можно вот при мне без этих слов, а как это? То есть человек уже настолько привыкает к этому сквернословию, что он и остальные слова забывает. просто они у него в лексиконе исчезают эти слова, и он, чтобы выразить свои мысли, ему приходится напрягаться. Очень трудно таким людям, я-то их наблюдал. Вот этот бес немоты, да, дух немоты, который был в мальчике, он какой-то обладает особой силой, да, почему его не изгнали? Ну, есть бесы и всякие болезни вызывающие, которые там и могут скрючить человека, например, да, вот, там, Господь исцелял таких, да, которые приходили к нему и исцелялись. Есть бесы других болезней, которые напускаются на человека, но здесь вот немота, глухота. Сейчас бы, наверное, он бы ездил там по врачам, и его пытались бы там вот у ларингологи там что-то лечить, там, что-то с ним делать, а Господь просто словом его исцелил, оказывается, это не физиологическое изменение, а духовное изменение, приведшее к глухоте и немоте. Вот не мог человек, вернее, вот этот вот ребенок не мог пользоваться своим слуховым и речевым аппаратом, потому что бес его блокировал просто. И пока его не изгнали, этот аппарат речи и слуха не мог работать у человека, у этого ребенка как полагается работать. да, вот такой бес тоже в том числе. Ну, тут, наверное, уже был не сам важен, кто бы, какой бес был, просто по неверию не могли, да, изгнать, получается, а так, наверное, это не очень важно. основное, конечно же, канва событий, сам Господь потом отвечает, почему они не могли изгнать, это все в вере человеческой заключается, и сами бесы, они не могут сопротивляться благодати Божьей, какой бы сила они ни были. Благодать Божья их жгет, и они убегают. Но чтобы благодать Божья была с человеком, для этого нужно определенные условия соблюсти. Первое из них это вера. И если веры нету в человеке достаточной, чтобы иметь вот эту благодать, которая жгет беса, и он убегает от нее, ну, конечно же, он не может этот человек никого изгнать, потому что вот слаб, духовно слаб, и веры у него нет. Мы дальше перейдем к вере, пока еще бесов добьем. Чем отличается, то есть по всем признакам, да, то есть мы видим отрывки у человека эпилепсия, как это называется, да? Да. С чем отличается, как человек может определить эпилепсию, эпилепсия вызвана вот беснованием, или это болезнь, то есть какие-то структивные нарушения в организме происходят? Я думаю, сейчас даже врачи не назовут вот этот вот эпилептик духовно, а этот эпилептик в связи с физиологическими изменениями, да? Я думаю, там настолько все это взаимосвязано, что если бес приходит, то изменяется и физиология организма человека, у него просто перестраиваются даже многие структуры телесные. Хотя некоторые психологи делают такие опыты, они ставят стаканчики, ну, допустим, 10 стаканов с водой и приходят к нему на, так сказать, пациент, на прием, и они говорят, вот вам таблеточка, для того, чтобы начать, я должен у вас, так сказать, посмотреть, как у вас реакция на таблетки. вот таблеточка, запейте, стаканы все, кроме одного, налита святая вода, в одном простая вода, вот если бесноватый, он берет именно эту простую воду, из 10, один стакан выбирает и пьет именно эту воду, а если не бесноватый, то он берет любой стакан, выпивает и никаких проблем нет, то есть, есть такой вот метод определения, бесноватый или нет. А человек, который болен, все равно нужно обязательно духовное, да, его наполнение? Вне зависимости от того, врожденная это болезнь или приобретенная, физиологическое это нарушение или духовное нарушение, мы везде и всюду видим, что Господь, прежде чем человек исцеляется, Он говорит, прощаются тебе грехи твои. То есть, в основе любого страдания и скорби и немощи человеческой находится грех, то есть, духовное нарушение. Оно уже потом дает отпечаток на все наши составляющие нашего естества человеческого, будь то психика или физиология или там еще какие-то умственные моменты. То есть, мы здесь четко понимаем, что если человек хочет исцелиться, он должен начинать сначала, а в основе всего естества человеческого дух находится. Вот если дух не пронизан божественной благодатью, то человек будет страдать. В данном случае, как считаем у других евангелистов, которые описывали эту историю, что этот ребенок, отрок, именно начинались приступы у него ночью. То есть, он был лунатиком. То есть, здесь тоже, наверное, как это можно определить. А почему вообще считается ночь проявлением нечистой силы? Почему так в народе считается? Ну, я думаю, особо с ночью как бы бесы не связаны. Почему? Потому что они не спят. То есть, у них нет необходимости для отдыха. Они не едят, они не спят. И им все равно, когда днем нападать или ночью. Но для того, чтобы как-то закамуфлировать, я вот уже говорил об этом, спрятать свое присутствие свое в жизни человеческой, они пытаются свалить на внешние обстоятельства той или иной бедой, происходящей с человеком. Ну, лунатик, значит, с луной связан. Луна взошла, там, на Волунии, например, да, и вот он начинает там бесноваться. Нет, это просто бесы. Специально подбирают, специально подбирают такую, да, обстановку, чтобы это не с ними связано было, а не скрывается, как вот хамелеон. то луна виновата, да? Да, что-то виновата луна, или это ночь виновата, или еще что-то. А, соответственно, это как творение Божие, да? Получается, хула. Господь создал все добрым, в том числе и ночь он создал, и луну в ночи создал, для того, чтобы она освещала отраженным светом, чтобы было не темно, и звезды создал Господь. То есть, от них не зависит болезнь человека, а зависят они только от духовного устроения человеческого. Поэтому бес мучает человека, если такое происходит, то только для того, чтобы скрыть свое присутствие. Как человеку освободиться от бесов? Мы об этом уже начали говорить, да, вот в этом, в евангельском тексте мы видим, что сам Господь отвечает на вопрос апостолов, когда они в недоумении сказали, Господи, а мы вот не могли, почему мы не смогли-то изгнать беса? Господь им ответил, род сей изгоняется только постом и молитвой. И в этом ответ на тот вопрос, как изгнать беса из своей жизни. Потому что даже если мы небесноватые, то все равно бесы присутствуют в нашей жизни и пытаются нам так или иначе вредить, так или иначе досаждать, так или иначе ставить палки в колеса нашей жизни. Каким образом? Помыслами. Мы часто разговариваем внутри себя, якобы сами с собой разговариваем. На самом деле этот диалог не со мной происходит, а с бесом. Причем я там, бывает так, что даже какой-то, ну, например, можно пойти налево, можно пойти направо. И вот человек мучается, страдает, ночь не спит, так сделать это или сделать это, а вот доводы за, доводы против. Все это происходит не сам с собой человек разговаривает, а бес его тянет налево, а совесть и душа человеческая хочется все-таки уйти направо, не согрешить. И в этой ситуации человек небесноватый, но ему бес внушает, как бы издалека бросая помыслы в его душу, и человек эти мысли принимает за свои. Поэтому здесь надо научиться определять, где же мысли от Бога, где мысли от беса. и где я-то собственно нахожусь в этом треугольнике. Как раз Великий пост нам дает возможность познать себя, как раз нам всем предписан пост. Причем не все так сказать помнят, но их вообще четыре поста в году. То есть Господь регулярно нам советует поститься через получение церкви. это летний пост Петра и Павла, это пост Успенский в конце лета, это Рождественский пост уже перед Рождеством, зимний пост, и весенний пост, Великий пост, который открывает Новый год, новолетие с такого труда, чтобы все наши начинания в этом году были покрыты благодатью Божией. То есть мы этот пост приурачиваем к Пасхе, естественно. Ну а Пасха весеннее такое празднество, которое открывает нам новые посадки, новые какие-то там сады расцветают, различные дела происходят летом больше, чем в зимний период времени. То есть какие-то планы на лето, на будущие предстоящие месяцы. То есть мы начинаем свою жизнь в Новом году с поста. Как и Рождественский пост, так и Великий пост нам это помогает сделать. И если вы увидите, они распределены в течение года, ну примерно на какие-то такие участки, чтобы нам отгонять регулярно от себя бесов. Какую силу нам дает Господь противоставление духом зла? Сила это Дух любви, дух силы, да, ведь мы читаем так. Сила, ну есть такая фраза, сила моя в немощи вашей совершается. То есть Господь дает нам силу, если мы чувствуем себя немощными. Если мы гордимся, говорим, да я сам сильный, то вот Господь не дает нам силы. А так, конечно же, эта сила в различных добродетелях проявляется. В любви, в целомудрии, в послушании, в смирении, в терпении, в молитвенности, в каких-то других добродетелях, милосердия и прочее. То есть это все сила Божия. Сами мы бы не смогли ничего бы этого сделать без помощи Божией. Ни какой-то добродетель приобрести, ни смириться, ни терпеть что-то, тем более, не смогли бы. Да даже и уверовать бы не смогли без помощи Божией, потому что вера – это тоже сила, данная Богом. Как это ни странно звучит. Некоторые говорят, а вот я сам пришел к Богу, а я вот уверовал. Уже гордость, уже вот сама фраза неправильно построена. Не может человек прийти к Богу, об этом мы также читаем в Евангелии, если не даст ему Отец мой Небесный. Сам Господь об этом говорит, прийти ко мне. То есть Отец Небесный дает веру, мы ее воспринимаем, то есть если мы не хотим воспринять, то он будет давать, но мы ее просто закроем дверки души и не впустим в себя. И это уже будет, так сказать, наш выбор. Но дает ее всегда Господь. Господь обращается, о род неверный, к кому он обращается? Ну, в данном тексте это обращение было в ответ на возглас отца, вот этого больного ребенка, то есть он как бы ему это направлял такой ответ, но вообще, конечно же, ко всем обстоящим его. И отец вот только не верил, и ученики, и окружающий народ, и все жители этого села Табор также были неверующими, потому что они там в этих спорах участвовали. И, конечно же, Господь, может быть, даже ко всей человеческой расе это говорит, потому что о роде неверной, доколе я буду среди вас. То есть, хотя Господь пришел спасти нас, но именно кто, так сказать, нуждается в спасении? Ну, те неверные, те, которые сами не могут себя спасти. Господь уже устал, наверное, да, говорит, говорит, и все равно как бы... А все, как говорит, от стенки горох, да, отлетает. Это вообще, получается, последнее чудо, которое совершил Господь, да? Перед распятием. Перед распятием. И сколько чудес до этого совершил, и все равно вот... Причем каких чудес-то? Удивительно. Исцеление бесноватых, сухоруких, немощных, расслабленных. Воскрешение. Воскрешение мертвых, хождение по воде. Накормил пять тысяч человек питью хлебом и двумя маленькими рыбками. Пять тысяч! Да еще сколько там корзин после этого собрали, остатков хлеба. Это же просто удивительно. И кто из рода человеческого, вот от Адама и до сегодняшнего дня, кто вообще хоть часть этих чудес совершил? Никого. Ни единого такого же, даже близко из человеческого рода не было человека, который бы мог такое количество чудес совершить. Иоанн Благослов пишет, что все книги мира, если бы были написаны о тех чудесах, которые Господь сотворил, и все равно бы не вместилось бы в этих книгах все, что Он сделал. Да. Отец Отрока произносит эту фразу, которая, наверное, всем уже известна. «Верую Господи, помоги моему неверию». Святитель Николай Сербский называет эти слова таким громогласным поучением для всех поколений. В чем здесь состоит поучение? Ну, повторюсь, что без веры мы бы не смогли к Господу обратиться, поэтому сначала этот человек говорит «верую», но он поэтому и пришел. То есть это слабая все-таки вера, да? Да, он пришел именно к Господу. Почему? Потому что все-таки веровал. Но настолько слабо веровал, что воскликнул «помоги моему неверию», потому что он видел, что он ничего сделать не может, что он даже Господь ему сказал «если веруешь хотя бы чуть-чуть, то все возможно верующему». А в другом месте он говорит «если ваша вера будет зерно горчичное, вы горы сможете переставлять, не то, что там беса какого-то изгнать или там восставить, исцелить палящего. Горы переставлять сможете». И поэтому человек этот воскликнул «помоги моему неверию». А в другом месте мы читаем, что и апостолы говорят «Господи, умножь в нас веру». Это кто говорит-то? Это избранники Божии, 12 апостолов, которых выше пред Богом только Пресвятая Богородица Иоанна и Предтеча. И эти 12 апостолов просят Господа «укрепи нас в вере, веру в нас укрепи, Господи». А уж чего нам-то тогда? Поэтому очень хорошо говорит, что действительно это нам всем нужно. Верую, помоги моему неверию. Смирение получается, да? И Господь тут совершает чудо, получается, да? Когда вот уже отец отрок, он уже заплакал, и да, и говорит «помоги моему неверию». Он смирился, получается? Он и смирился. Он и произнес, а значит, исповедовал веру во Христа, да? Он признал свой грех неверия. Да, он и просьбу даже Господа изложил не только исцелить, но и в вере его укрепить. И признал свою немощь, то есть исповедовался пред Господом. То есть здесь масса действий в душе этого человека произошла, которая открыла к нему путь для благодати Божией и к его чаду. То есть мы сами закрываемся, да? Мы сами, к сожалению, не замечая того, уходим от помощи Божией. Господь всегда с протянутой рукой к нам стоит и ждет, когда мы лишь протянем руку и возьмемся за нее, как ребеночек, да, своего отца. Но вот, к сожалению, мы не часто этим пользуемся, и поэтому возможности Господа для нашей помощи мы сами сокращаем. Надо это помнить и пользоваться этим почаще. А в чем вообще состоит полнота веры? Полнота веры состоит, конечно же, в том учении, которое Господь нам оставил через апостолов, через церковь. То есть это полнота, которая имеет ответы на все вопросы для спасения души человеческой. Потому что есть веры, которые тоже веруют в Бога, но там нет полноты веры, потому что они не могут дать спасение, полное спасение душе человеческой. У нас есть все в православии. Все необходимое для спасения у нас в полноте находится. Это и таинство, это и молитва, это и другие действия, в том числе и посты. Вот все необходимое у нас есть. Вот этой полнотой надо просто воспользоваться и, так сказать, не что-то же сумняшееся, не изобретать какой-то велосипед, а просто взять и пользоваться. И это приведет к совершенно другой жизни и здесь, и после смерти. А как определить тот уровень веры, что да, вот высокий? То есть в чистоте любви получается этот уровень? Если говорить о качестве веры, то, конечно же, там есть ступеньки, которые апостолы также определили, что надежда, то есть вера сначала, потом надежда, потом терпение, потом смирение, потом любовь. То есть вот эти ступенечки, они, конечно же, дают понимание того, где находится та или иная душа человека. Если человек просто верит и не надеется, а в унынии находится, ну, этого недостаточно, да, он находится на первой ступенечке всего лишь. Если человек верит и надеется, он уже идет ближе к Богу, стоит. Если он надеется и терпит, то есть переносит какие-то невзгоды, в том числе и посты, например, несет, это еще одна ступенька ближе к Богу и так далее. По этим ступенькам мы должны дойти до любви, через смирение, прийти к любви. Это высшая, это полнота веры, это высшее достижение, которое мы вообще можем в этом мире восприять. Наверное, в полноте обитания Духа Божия в человеке тоже. Ну, Бог есть любовь, конечно же, есть эта фраза известная для всех. И вот если мы будем в любви, то и Бог будет в нас. То есть мы, как бы, Господь, мы внутри Бога, а Бог внутри нас будет. Но для этого нужно создать определенные условия внутри нашей души, потому что там, где нечисто, Господь не живет. И поэтому те люди, которые говорят, а Бог внутри меня есть, в душе, а вот в церковь я не хожу, молиться не читаю, посты не соблюдаю, это самообман. У этих людей нету Бога внутри, там одни грехи. И если их начинаешь спрашивать, а это было, а это, оказывается, все было, причем это неисповедано, не раскаяно и не вымолено, не очищено. Там, где грязная, так сказать, душа, не живет Господь в нечистой душе. Это надо четко понимать. Вот из этого следуя, так сказать, мы должны очищать свою душу, чтобы Господь в нас вошел и жил вместе с нами. И, опять же, в Евангелии очень просто говорит Господь, я приду к тому человеку, который слушает и исполняет то, что я говорю, и мы сотворим обитель с Отцом моим и Духом Святым, обитель в душе этого человека. Да, у нас осталось всего полтора минуты, пожалуйста, вам заключительное слово к нашей передаче. Ну, воспринимайте благодать Божию в течение этого поста, он специально для этого создан Господом, и постарайтесь как можно больше приблизиться по этим ступенькам к любви, потому что лишь она определяет нашу жизнь и здесь, и там, и с Богом, и с близкими. Мы через это приобретаем счастье истинное. Ну, и хочу, конечно же, всех пригласить на соборование, у нас в этот воскресный день после литургии будет соборование очередное, приходите, пособороваться, потому что те забытые грехи, которые у вас наверняка есть, их надо хотя бы раз в году в таинственном соборовании снимать. Те грехи, которые вы никогда не вспомните и, значит, не исповедуете, они снимаются с соборованием. Всех приглашаю. Да, и надо подготовиться к причастию. Желательно, конечно же, если вы придете в храм, то, конечно же, причаститься, исповедоваться. Для этого хотя бы один день поста, хотя сейчас пост идет уже три недели, да, вот, ну, начните поститься хотя бы с этого момента и причаститесь, прийти натощак, исповедовавшись в храме и причаститься, помолившись. Благодарю вас, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо. До свидания. На сегодня все. До свидания.